Это очень удивительно для меня, видеть эту магическую панораму Санкт-Петербурга. Эти золотые крыши. Эти золотые крыши. И теперь мы все приедем, чтобы праздновать спирит в этом мире. Я думаю, что эти конференции могут быть празднования спирит в нашем мире. Это может быть празднование спирит в нашу мир. И это потрясающее чувство, когда ты смотришь на этот мир, на эту панораму, возникает такое чувство, вполне его можно называть духовным чувством. Я так рад, что мы все его можем разделить. И нашу конференцию можно смело приурочить к этому, как празднование духовного сострадания, духовного понимания и разрешения многих конфликтов, которые мы наблюдаем сегодня. Для меня большая честь, что меня пригласили сегодня здесь, поучаствовать в открытии конференции. Спасибо большое, Владимир. И спасибо большое, Геннадий. Где Геннадий? Спасибо, Геннадий. Спасибо, Владимир. Геннадий. Спасибо, Геннадий. Спасибо большое, Геннадий. Потому что это два основных органзатора. Этой конференции, конечно же, совместно с командой. И я представляю, что такое организовывать подобные, повторюсь, некоммерческие мероприятия. они работали и организовывали это целый год, без зарплаты, беря на себя все возможные риски. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 И я, думая о том, что сказать сегодня, думал, может быть, передать слова приветствия каких-то известных людей. кто-то очень известный, кто достаточно сильный для передачи приветствия и энтузиазма тех людей, которые обладают достаточной духовной силой для этого. И я спросил себя, кто бы мне выбрать из таких людей? Кто бы мне выбрать из таких людей? Кто бы мне выбрать из этого человека, мощнейший, чтобы вставить эту энергию, которая имеет энергию и креативность, чтобы превратить сознание в этом мире? Я подумал, какого бы человека мне взять, чьи слова я мог бы передать, кто мог бы передать в этих словах ту энергию, то творчество, которое может изменить сознание человечества? Потому что, как я осознаю, понимаю, радикальное изменение сознания человечества сейчас действительно крайне необходимо. Может быть, вы также посмотрите, что сегодня мы можем видеть этот взрыв между темными силами тьмы и темными силами света. Потому что, как я наблюдаю, может быть, вы тоже это как-то замечаете, видите, существуют большие столкновения и конфликты между так называемыми силами тьмы и силами света. И эти столкновения происходят в личных взаимоотношениях. Эти столкновения происходят внутри, в рамках научных сообществ. Эти столкновения происходят в духовных сообществах, в экономике, и также в интерпретации экологической разрушения. И также в экологии, что привнесет многие беды в рамках экологии. И я обнаружил книгу на немецком с таким названием «Будущее исходит из кризиса». Таким образом, авторы так называемого «Альтернативного Нобелевского премия» писали свои артикты, которые происходят из разных научных сообществ о разных аспектах решения кризиса нашего мира. Эта книга содержит такие статьи в категории «Альтернативной Нобелевской премии», статьи различных ученых, которые представляют свои решения мировых проблем. И эти статьи разных ученых настолько отличались друг от друга. «Хотя что-то их объединяло». «В чем сходны были все эти статьи?» Так это в том, что необходимо для решения проблем интегрировать духовность в науку. Я повторяю это еще раз. Что необходимо для решения данных проблем в нашем мире, которые действительно существуют, если есть нуждая возможность интегрировать духовность в науку и в нашу жизнь. Я повторю, что нужно для разрешения мировых проблем, которые имеют экзистенциальную природу, так это интеграция естественной, аутентичной духовности в науку и в нашу жизнь. Вот и все. Я еще не закончил. Я еще не закончил. Каких знаменитых людей я мог бы попросить передать это послание? Кто из людей имеет достаточную силу осознать все это? И здесь я вам хоть что скажу. Я думаю, что никто более сильнее не может осознать все то, о чем я сейчас говорю, чем мы здесь с вами, посетители этой конференции. Мы все здесь, в этом зале, на этой конференции, это те люди, которых объединяет эта самая духовность и также наша жизнь. Сейчас это действительно мы, от нас зависит, мы можем это сделать. Это наша задача привнести духовность в наши жизни. И тогда возникает вопрос, а как это сделать? Поэтому я цитирую. Это цитирую Романа Махарши. Как мы можем это сделать? Корректируя себя, мы можем корректировать весь мир. Как мы это можем сделать? Корректируя себя, мы можем корректировать весь мир. The sun is simply bright. Оно просто яркое солнце. It does not correct anyone. Солнце никого не корректировало. Но потому что солнце так ярко светит, весь мир наполнит светом. Трансформировать себя, тем самым мы трансформируем и даем свет всему миру. Мы можем воспринять эту цитату достаточно серьезно. И в завершении моей речи я все-таки привнесу некоторые слова приветствия от некоторых знаменитых людей. А именно моего дорогого друга и учителя Стэна Гроффа. У которого три недели назад случился инсульт. Стэн Грофф в сознании, но он сейчас не может говорить. Не может писать. Докторы, которые настроены оптимистично, говорят, что возможно его состояние улучшится. Но реабилитация может занять более года. А Стэну 87. Так что мы все надеемся, что Стэн реабилитируется. И сейчас Стэн мог сказать одно предложение. Только одно предложение. И предложение звучит так. Я люблю вас. И я тоже люблю вас. Спасибо. Спасибо.